Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентра Сангейс продолжает свою программу. Сегодня вторник в Чикаго 9.45 утра, в Москве 17.45, но мы сегодня беседуем с Европой, Швейцарией, Тюрих и на связи Лариса Суверон, ясновидящая парапсихолог. Ну, а меня зовут Майкл Мелехов, и сегодня мне помогает в нашей программе Сиддхарта Гаутама, в мире известный больше под именем Будда. Вот он рядышком тут со мной сидит. И сейчас, а на заднем плане у Ларисы Суверон, кстати, тоже тот самый Сиддхарта Гаутама, в миру известный под именем Будда. И мы сегодня поговорим не о учении Будды, а то, в чем Лариса Суверон является большим специалистом. А конкретно, ну вот, врач по профессии, мы поговорим о здоровье, которое мы начали, в общем-то, на нашей прошлой программе. И я только должен объявить о том, что, если вы хотите с нами побеседовать, если вы хотите задать вопросы Ларисе Суверон и даже попросить на нее консультацию, что, в общем-то, практически, теоретически, практически, возможно, то вы попытаетесь с нами связаться. Каким образом? Тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, это наш веб-сайт, где можно оставить свои пожелания, замечания, предложения и так далее. Это наш скайп, sungates108, sungates108. Телефон в студии, это код страны, единица, 847-226-9956. Вот такие наши координаты. Ну и я напомню, что в прошлой программе Лариса предложила всем желающим поставить воду, которую она будет заряжать. Кстати, у нас было несколько имейлов приходило, и люди, в общем-то, реагировали и на YouTube-каналы, поскольку все программы наши записываются, идут они в YouTube, потом в Facebook. Ну и, в общем-то, там тоже можно задать свои вопросы и оставить свои комментарии. И так вот, обратился один молодой человек, судя по всему, из Литвы, и спросил, у него есть определенная проблема, и Лариса сказала, что она может помочь. Для этого он должен подготовить, не знаю, банку, стакан с водой. Лариса, кстати, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Привет от дождевой Швейцарии. У нас большой дождь. У вас большой дождь, а у нас большое солнце. Да, мы будем подготовиться, когда-то со мной, помогает мне тоже двигаться дальше. Двигаться в правильном направлении. Лариса, так а сколько надо воды? Стаканчик, баночка, канистра, сколько? Нет, ну, канистры достаточно много, но уже много для канистры. Стаканчик или литр воды. Или дистиллированный, или вода, которая может быть... Питьевая, да? Питьевая, да. А что потом с ней делать каждому, кто что захочет? Вот в данном случае протирать вы рекомендовали глаза этому молодому человеку. Можно и пить ее, да, или как, или умываться, или что с ней делать? Эта вода, она начинает, она как лекарство призначено, по три глотточка три раза в день. Если подтянет эту воду, будете чувствовать, что захочется пить больше, то пейте, выпейте. Если у кого крепит, то у них будет расслабиться кишечник. У кого наоборот, то он будет наоборот действовать вода. Просто запомните, то, что сейчас вода, которая у вас стоит, она идет на те ваши места, где у вас проблема. Сначала подумайте, вводите в себя, и увидите, не увидите, почувствуйте в себя, но вы знаете все, какие проблемы. И потом начинаете эту воду пить. Эту воду сейчас, которая у нас будет стоять у всех, она действительно пойдет сейчас еще больше реакции. В прошлый раз мы это сделали спонтанно, а сейчас мы на нее будем очень сильно настраиваться. Вернее, я настроюсь на общее. И получается, это типа как озеро, и с этого озера вы черпаете свои стаканчики. А я настраиваюсь на одно большое озеро, для того, чтобы вы с этого озера брали воду. Но так как у вас у всех по стакану, у кого литра, у кого пол-литра, это будет персонально ваша вода. Поэтому, когда сейчас депрессия у вас, может быть, давит очень на голову, и состояние неадекватное. Может, кто-то сейчас обижается, может, кто-то подхихикывает. Но, тем не менее, к этому подойдите сейчас немножко более серьезно и с верой. И вы сами почувствуете, что вам будет намного легче. Если даже мы перейдем на медицинскую тему, то я могу одну вещь вам сказать, например. Почему у людей в костях болезни? Кости болят у людей, которым уже за 40, за 50, за 30 есть. Просто болят. Это относится к русскоговорящему в основном. Почему? А мы любим селедочку, мы любим килечку с пивком. А там находится бурина. И там находится... Находится, простите, что? Пурина. Пурина. Это такое средство прямо... Только ты именно в селедке и в килечке. Больше в других рыбах этого нет. Ну, есть, но в маленьком совершенно количестве. Омега-6 там есть. Есть омега-3 и есть омега-6. Вот именно в кильке и в селедке есть омега-6, которая разрушает наши кости. Не соль, которую маринуют. Многие говорят, вот замариновали, от соли у меня начинается боле. Да нет, не от этого. Вот это пурины, которая... Как это такое? В бананах это есть. И поэтому русскоговорящим я просто предлагаю... Будьте осторожны. Если пьёте пивко, то лучше с сухой рыбкой. Чай там, если сладкий, то вы можете кильечку положить на булочку и с маслицем. Но при этом обязательно с чаем запить сладким. Когда они так действуют, это боли в костях у нас. Понятно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, я напоминаю, что у нас на связи Швейцария, Тюрих, и ясновидящая парапсихолог Лариса Цуверон. Ну и как принято на всех радиостанциях делать, по-моему, называется disclaimer. То есть ни радиостанция, ни руководство не несёт никакой ответственности за то, что звучит в эфире, потому что все специалисты, которые приходят к нам, это они выражают своё мнение. Наша задача всего лишь передать ту информацию, которая помогает, помогает людям, потому что она помогает. Тут разговоров нет, тут сомнений нет. Мы это уже испробовали, в частности, в работе с Ларисой Цуверон. Она помогла очень-очень многим, будучи здесь и будучи, имеется в виду, здесь, в городе Чикаго, а также там, где она проживает. Я ещё хочу обратиться к нашим радиослушателям, вот по какому вопросу. Вот в беседе с Ларисой она говорит о том, что кто-то жалуется насчёт того, что, ну скажем, я, Майкл, много говорит. Ну, вы понимаете, дело в том, что существуют разные форматы. Существует формат интервью, существует формат беседы. Я пригласил Ларису Цуверон, мы хорошие друзья, и поэтому вот формат у нас беседы. Поэтому запаситесь терпением, на всех угодить нельзя. Кому-то нравится ведущая, кому-то не нравится ведущая, кому-то нравятся профессионалы, которые у нас в эфире, кому-то не нравятся они. Угодить очень сложно на всех, поэтому, ещё раз повторяю, это информация, которая полезна. Кстати, я не просто ведущий, я ещё много лет прожил в бывшем Советском Союзе, здесь я живу, на территории Соединённых Штатов, тоже четверть века, и ещё в промежутках на Востоке. Поэтому кое-какие, в общем-то, у меня, скажем там, и реализации, и возможности есть. Поэтому я, скажем так, в теме, о которой мы говорим, но замечание принято, и поэтому постараюсь говорить меньше, если меня только об этом не попросят. Вот. А Лариса, у меня к вам вот такой вопрос, после такого отступления. Вопрос следующий. Скажите, это, ну, так сказать, полумедицинский, полунемедицинский. И речь идёт о том, что на Востоке считается, что болезни, это, скажем, не генетические, не вот на нас с неба ничего там не падает. Это то, чему мы заслужили своей, скажем, жизнью, а то и прошлыми жизнями. И вот, если у нас определённая болезнь, значит, вот мы определённые какие-то поступки совершали. Как вы к этому относитесь, как медик, но в то же время вы не просто медик, а я знаю, что вы и изучаете, и следуете очень многим принципам, которые в медицине, скажем, не очень принимаются в современной медицине. Я, Марки, я могу сказать одно, то, что я по нужде стала медиком. Я, в принципе, совершенно не хотела быть никаким медиком. У нас в семье все медиум, в основном все медиум. А в те времена 60-х годов это было нереально. И поэтому, конечно, так как его способности меня были большие, мне просто пришлось мне закончить медицинский. И поэтому то, что медицина, это то же самое лечение, но химическое. И хомеопатия, это тоже яд, мы все это знаем. Но этот яд нужно правильно принимать и правильно его устанавливать. А то, что у нас происходит генетически, это уже психология, медицинская психология. И вот в каждой медицинской психологии есть вопросы. Почему, например, у ребенка или у дедушки, бабушки, друг из старости возникают такие необычные проблемы, которые молодцы совершенно не интересовали. Но только потому, что человек в возрасте после 50-ти это нереально перевоспитывать. Это просто смешно. И этим людям больше уже начинают помогать молодые, так как у них новые работы, новые дела, новое развитие. Мы даже в нашем возрасте следуем наблюдать за молодыми. Но так как и сейчас молодые тоже, за ними мы наблюдаем, постарше люди, то мы видим, что этот рекрецион, который прошел между нами, у них сейчас больше упрямство и больше эго. То есть они не хотят нас слышать. В принципе, не хотят и не надо, это их личные дела. Это как сапожник без сапог называется. И то, что они не хотят, их все равно судьба или жизнь им покажет. То же самое получится, что с нами. Мы им показываем, мы им говорим. Мы их признаем, они нас нет. Мы им говорим здрасте, они нам говорят хой. И то же самое с божественной энергией. Когда нас посещает божественная энергия, нас нет дома, мы в отпуске. Когда они с нами говорят, у нас уши болят, мы не слышим. Когда они нам показываются, мы слепнем. Вот эти все критерии, которые проходят между нами, они нам мешают фактически развиваться всем трем сторонам. И таким, и таким, и таким. И поэтому то, что сейчас происходит, не нужно очень серьезно брать в себя и, как бы сказать, не мучайте себя вот этими всякими вопросами. То есть, почему меня дочки не слышат, почему меня сына вот так, почему мой сын любит вот ту, а я бы хотел другую. Это то же самое, что с подсолнухами, семечки. Сейчас многие скажут, вот что она придумала. А подсолнухи, если так сказать, после 50, семечки, их нельзя есть, потому что там очень большой жир. Это обложение на наш склероз. Если мы хотим, чтобы наша память сохранилась, тогда не нужно обижаться на наших молодых, не нужно обижаться, кто-то нас не понимает, кто-то нас не хочет, кто-то нас не берет, нас не любит, говорят. Ну и не люби. Полюби сам себя. Когда начинаешь сам себя любить, начинаешь понимать. А что такое полюби себя, тоже не каждый понимает. Это полюби себя, когда тебе плюнут в тебе душу, и ты это знаешь. Не обрати внимания, внутри что-нибудь сделает другое, себе приятно. Пойди купи себе пирожок с капустой, или пойди с маком пирожок купить, чтобы заснуть, там опиум. Это называется полюби себя. То есть не реагируй. Так это сейчас генетически. Что такое генетически? Генетически мы уже рождены, и мы генетически должны себя поставить на место. То есть сопротивляться от алкоголя, если кто-то в семье пил, а ты не пей. Если кто-то там кого-то что-то сделал, а ты это не делай. Это вот и есть генетически, в судьбу свою наладить. Иди на светлую дорогу. Так же, как и с пищей. Если ты начинаешь, не хватает у тебя каких-то гормонов, особенно после 50-ти, и этеросклероз, память терять. Да кушайте вы баклажаны. Кушайте баклажаны. Хотя многие, в медицине, многие ученые говорят, что в баклажанах вообще ничего нет. Нет, как раз и есть. Там то, что нам нужно сельцея. То, что люди воспринимают немножко смехом, это нормально. Если мы как бы не были в идеальной компании, мы уходим, мы им оставляем спокойной ночи. Пожалуйста, есть теперь опять вариант чем-то заняться. Мы уходим, обсудите нас. Это же очень хорошо. И людям есть время что-то делать, на что-то обижаться, на что-то не обижаться, на что-то возвращаться. Это эмоции. Сильные эмоции нам и мешают жить, и не мешают. Без эмоций человек тоже гаснет. И с эмоциями забивает себя. То, что людям не хватает, они это выброс и идет. Есть развитие выше, есть развитие ниже. И ниже развитие, это не будет о том, что осудить человека за это надо. Есть выше развитие, а кому оно принадлежит. Это тоже еще понятно, а кому оно принадлежит. Ларис, понятно, это очень интересная концепция. Но все-таки скажите, болезни какие-то, допустим, серьезные болезни, тяжелые болезни. Давайте конкретно, скажем, рак. Это болезнь или это сигнал того, что мы как-то что-то делали не так? И как его лечить? Это последствия. Раковые заболевания – это последствия. Есть три стадии рака. Есть белый рак, серый рак и черный. Это его называют бессудьбе. Но я могу утверждать одно, что раковые заболевания, они излечимые. Излечимые самим-самим больным. То есть не медицинское вмешательство? Нет, нет. То есть вы отвергаете медицинское вмешательство? Нет, я не отвергаю. Но просто я сравню, почему я так говорю. Смотрите, белый рак. Что такое белый рак? Это люди, которые очень любимые люди. Говорят, что ты умерла или умер. А он был такой хороший человек. А умер-то от чего? От рака. Это называется белый рак. Он любовью съел сам себя изнутри. Человек готовится уже уходить, и он знает. С белым раком, я говорю, белый. То есть он это сделал, это доделал, это дочке, это дочке, это дочке. Чтобы было хорошо. Прямо тем, это вот и светлые. Вот в таких вариантах хуже, тяжелее помочь, чем вариант, например, серый. Второй вариант. С белым раком очень трудно помочь. Это как алкоголизм. Мужчине ты быстрее поможешь против алкоголя, чем поможешь женщине. Женщины более упрямые. Женщине очень много таких ответов. Нет, нет, нет и не воспринимать не хочу. И вот когда первое, что лечение против рака всех трех. Химотерапия. А ведь химотерапия-то что она у нас делает? Химотерапия и аж-травм. Что она у нас делает в химотерапии? Оно делает мертвое тело. Мы можем эту химотерапию завлечь другим. Например, медиум, который хорошо умеет не манипулировать, а работать с физическим телом, с другим. Он может эту же химотерапию сделать биоэнергетически. То есть внести в тот транс, что он умирает. Это новое возрождение. И когда он отходит от этого, это получается биохимия. Это получается более эффективно. И тогда уже можно с этим человеком о чем-то говорить. А до этого, особенно белый, когда белый рак, как можно сказать, светлый, любимый, как любовь, через любовь, люди гибнут. И вот с ними тогда можно с ними работать. Когда у нас черные, там уже идет злость. Это немножко сложнее с этими людьми работать. Это нужно, что сделать? Это остановить работу мозга. Чтобы повернуть эту злость в никуда. Закопать ее. Не нужна эта злость. Повернуть ее на белое, на светлое. Но так, чтобы она не помешала дальше организовываться. И опять же, а что раун сделать? Вот это раун. Это что? Ну, допустим, химиотерапия. Это делается или химиотерапия, или штраум. Штраум? Штраум, да. Радиация? Ну да, только она более... Извините, я вам говорю по-немецки. Вы по-немецки, да, поэтому я спрашиваю. Да-да, это светом лечит. Это та же самая таблетка, только она не химиотерапия. Это тоже химиотерапия, но она слабее. Она просто слабее и на тело более мягче действует. Так чем сразу серьезно, таки страшно выдавать химическое отравление, так лучше попробовать сначала мягкое, вторым вот вариантом. Или же самому себе обратиться с медитальным медиумом. То есть это же тело возвести в гармонию свою. Я со мной девушкой работала, ей 19 лет, она из Киева. У нее была раковая заболевание такой, что она не вырезается. И вот я делала ей, она телевидение делала такое, что она уходила. И эти куски у нее просто стали выходить из нее. Стали эти куски, которые выдавали опухоль, и стали выходить. Но там получилось другое, потому что Украина на другом стояла. Война, и мы прекратили. Тем не менее, ей помогло. Вы знаете, я хотел вот небольшую такую ремарку сделать. Мы, наш центр, и у нас специалист центра есть Рита Борт, и я в том числе. Мы являемся официальными, это называется Блэст Гайд, благословленными гидами в таком очень известном центре в мире. Это бразильский госпиталь, духовный госпиталь, где работает Джонат Бога, по-русски и по-английски. Это Джанов Гад. Его знают во всем мире. Он 50 лет уже помогает людям. Он медиум, известный, может быть, самый сильный во всем мире. И целитель. И туда люди со всего мира приезжают, и побывало, наверное, более 30 миллионов человек за эти годы. И, вы знаете, там не отвергается никакое медицинское лечение. Никак, никогда не отвергаются. Наоборот, они рекомендуются. Но в то же время там помогают. Как помогают? Ну, можно им верить. Но, тем не менее, результаты таковы, что врачи не понимают, как это всё происходит. Но очень и очень много доказательств. Я не буду много рассказывать об этом, поскольку потом вам скажут, что Майкл слишком много говорит. Но факты таковы, что там рекомендуется всем, и это непременное, точнее, условие выздоровления, простить, ну, себя понятно простить, но простить своих обидчиков. И, более того, желательно или настоятельно их ещё и полюбить. Речь идёт не о живых существах. Мы, как бы, вот этот господин нам, нас учил о том, что всё-таки мы души. И поэтому любовь души души души. Какие бы ни были эти тела плохие по отношению к нам, бедным, несчастным. Вот. Почему-то все считают, что мы бедные и несчастные, а к нам вот что-то такое плохо делают. И вот тогда человек выздоравливает. Скажите, как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь очень положительно. Так оно и есть. Так оно и есть. О том, о чём сейчас мы говорили, я эту же тему говорю. Здесь вот сейчас вот эту водичку, все, кто находится на связи с нами, выпьете сейчас три глотка, но только пустите её в те места, где они у вас болят. Значит, сделайте паузу, секунду, мы сейчас пьём эту водичку. Пьём три глотка. Это очень хорошо. Потом после нашей передачи возьмите вот обычную воду, которая не заряжённая по воде, по вкусу. Сколько они будут отличаться. Эта вода, которую мы сейчас пьём, и та вода, которую мы не пили. Они по вкусу будут отличаться. Вы знаете, Лариса, извините, я вас перевод на секундочку. В этом госпитале духовном, он называется Каза, там есть специальная комната, где делают такие духовные операции. И вот люди, которые там сидят, несколько сот человек в приём, за приём, они медитируют, им помогают, духи, ангелы. И после этого им предлагают воду. Вот. Эта вода, она заряжённая. Эта вода благословённая. И именно с помощью этой воды идёт закрепление того эффекта. Поэтому, дорогие друзья, обращаясь уже к нашим радиослушателям, и сейчас нам Лариса скажет, если можно так сделать. У меня просто вот так сказать, идея такая пришла. Ну, те люди, которые нас не слушают сейчас в прямом эфире, а те люди, которые будут нас слушать уже в записи, в Ютюбе, в Фейсбук, могут ли они сделать то же самое? То есть, вот они начали слушать программу, и вы говорите, давайте, или я там говорю, давайте поставьте перед собой баночку с водой или стаканчик с водой. Будет ли это работать? Да, конечно, я же вам говорю, что я сейчас озеро, из этого озера, пусть они как бы ментально чипанут этой водички, но нальют у себя из крана. Но я сделала как бы как озеро, из этого озера они берут этот стаканчик, представить, что они берут с озера стакан, берывают воду, а сами пускай нальют из-под крана, там и откуда, или минеральная вода. И она будет тоже действовать, по три клоточка, это и на сайте. Понятно, но просто не во время эфира, а потом в записи, все равно будет работать, правильно? Все равно, все равно будет работать. Только перед этим подумайте, для какого органа вы пьете, обязательно, вот это вы подумайте. Если у кого голова болит, или повышенное давление, или у кого колени болят, когда колени болят, это тоже признак того, что лепатические узлы головы в мозге, это седьмой нерв. Многие колени, когда болят колени, говорят, вот от чего ходить не могу. А это тоже связано с мозгом. Если правое колено, значит левое полушарие, значит пилипатические узлы, значит и голова бывает болит, голова болит, бывает часто проблем в коленях. А когда колени болят, то значит головы, головы не чувствуют. Тут у всех, конечно, по-разному. Ясненько. Лариса, вот такой, скажите, вопрос у меня еще к вам. Это не имеет отношения к медицине, но это имеет отношение, может быть, какой-то к мистике. Вот что-то мне, опять же, сейчас в голову пришел момент, когда мы с вами беседовали, и мы с вами говорили о каких-то, ну сейчас находят вообще-то на самом деле какие-то останки, допустим, раскопки, и там находят какие-то таинственных там скелеты, животных, людей. И вот есть очень много случаев, когда находили людей, у которых не было, как у всех наших людей, два глаза, а у них был посередине один глаз. То, что сегодня называется третий глаз. То есть не обязательно человеку иметь глаза, поскольку он видит совсем другим зрением. Ну, когда-то их называли, этих существ, циклопами. И мы с вами, кстати... Не циклопы, киклопы. Киклопы? Киклопы, да. Вы говорите киклоп. Ну, неважно, они были? Да, были. Одессы. Это страна Киклопы. И была такая страна, в которой обитали только они. А Одессей решил завоевать мир. Одессей, да. Да, и он оплыл все моря и попал на этот остров. Это действительно так, это не сказка. И когда он попал туда, у него была цель одна, везде пшеницу рассадить, хлеб, чтобы людям было что-то кушать. Ну, и решил завоевать этот остров. Не знаю, что там еще находятся такие живые существа. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова